Здравствуйте, меня зовут Евгения Кузнецова и давайте сделаем нежный нейрофизиологический урок по методу Фельденкрайза. Лягте, пожалуйста, на спину и расположитесь комфортно. Почувствуйте, как ваше тело лежит на полу, насколько этот контакт мягок и приятен. Как ваши лопатки соприкасаются с полом, ребра в верхней части грудной клетки, в средней части грудной клетки, в нижней части грудной клетки. Послушайте, где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха. В области живота или в грудной клетке? В грудной клетке по ее передней поверхности или по задней? Почувствуйте, как ваша головушка лежит на полу, плечи, лопатки, ягодицы. Мягок ли и приятен этот контакт с полом? Прислушайтесь к своему дыханию. Одинаково ли дышат левая и правая половинка грудной клетки? Равномерно ли это дыхание? В верхнем правом квадранте и в верхнем левом квадранте? В нижнем правом квадранте и в нижнем левом квадранте? Послушайте, на всем ли протяжении вы чувствуете плавность вдоха? Как будто это единая непрерывная волна. Вдох, выдох. Или на каком-то из уровней вдоха вы чувствуете спотыкание. Вдох, остановка. И через короткую паузу или лёгкую запинку вы довдыхаете. Чувствуете ли вы плавность выдоха? Или на каком-то уровне вы чувствуете остановку? И довыдыхаете. Давайте вдохнём до первого спотыкания. Мягко, плавно его преодолеем. И вернёмся обратно. Не старайтесь пролагать чрезмерные усилия. Для того, чтобы преодолеть сопротивление. Опять. Вдохните до первой точки прерывистости, остановки. Плавно перейдите этот барьер и выдохните. Скрестите, пожалуйста, руки на груди. Так, чтобы левая рука легла на правое плечо. А правая рука легла на левую руку. Локоточек в локоточек. А кисть правой руки опустилась на левое плечо. Согните ножки в коленях. Поставьте стопы на пол. И мягко, плавно, за счёт усилия правой руки, приподнимите левое плечо. Оторвите плечо от пола, мягко, плавно вернитесь обратно. С каждым разом поднимайте плечо за счёт усилия правой руки. Всё выше и выше. И почувствуйте, как последовательно отрываются от пола лопатка, верхние ребра, средние ребра слева. Мягко, плавно опуститесь обратно. Опять. За счёт усилия правой руки оторвите плечо и сделайте глубокий вдох. Мягко, плавно вернитесь обратно. В очередной раз. За счёт усилия правой руки приподнимите правое плечо вверх. Сделайте вдох, мягко, плавно опустите плечо обратно. Сделайте то же самое дыхание на выдохе. Движение на выдохе. Вы выдохните и приподнимите левое плечо за счёт правой руки вверх. Мягко, плавно вернитесь обратно. Какое движение делать легче, комфортнее? На вдохе или на выдохе? Великолепно. Теперь, не расплетая рук, надавите правой стопой в пол. Мягко, плавно снимите напряжение. Опять. Надавите правой стопой в пол. Мягко, плавно снимите напряжение. Почувствуйте, как в тот момент, как вы давите стопочкой в пол, начинает приподниматься правая половинка таза, и таз скручивается влево. Мягко, плавно опуститесь обратно. В очередной раз, надавливая пяткой в пол, почувствуйте, как скручивается таз, поясница, и вместе с этим отрываются от пола ребра. Нижние ребра справа. Ребра слева начинает более ярко прижиматься к полу. Великолепно. Сделайте вдох. И на вдохе надавите стопой в пол, скрутите таз, скрутите поясницу. Позвольте правым ребром отрываться от пола. Мягко, плавно вернитесь обратно. Теперь сделайте это движение на выдохе. Выдох. Не надавливайте стопой в пол, скручиваете таз, скручиваете поясничку, позволяете оторваться правым нижним ребром от пола. Великолепно. Теперь давайте соединим два движения вместе. Поднимем одновременно правое плечико вверх, левое плечико вверх и правое стопой надавим в пол. Мягко, плавно вернемся обратно. Опять одновременно надавим правое стопой в пол, поднимем левое плечико вверх. Мягко, плавно вернемся обратно. Давайте сделаем это движение на вдохе, вдох, и мы поднимаем плечо, давим плетчиком в пол, стопочки в пол, мягко, плавно возвращаемся обратно, великолепно, потягивайте руки, ноги, отдыхайте. Опять почувствуйте свое дыхание, где вы наиболее ярко ощущаете движение вдоха, где вы наиболее ярко ощущаете движение выдоха, как на вдохе раскрывается грудная клетка, как на вдохе начинают давить в пол ярче ребра. Одинаково ли дыхание со стороны правой половинки грудной клетки и левой половинки грудной клетки? Одинаково ли дыхание на уровне правого верхнего квадранта и левого верхнего квадранта, правого нижнего квадранта и левого нижнего квадранта? Если вы ощутили разницу в дыхании до и после нескольких движений в ритме дыхания, значит вы изменили свой рисунок дыхания, раздышали межреберные мышцы и сможете дышать глубже и легче. Полный урок по снятию напряжения со стороны межреберных мышц вы можете найти на сайте fildenkrais spb.ru. Присоединяйтесь.